Он скажет, я занимаюсь коричневым поясом, ну это как-то звучит не очень, а я типа у черного, все, у мастера. Я думаю, что если человек дошел до возможности бороться с Горном Райном, я думаю, что у него есть шансы долго продержаться против него. Особенно если он типа из России. 30 секунд он точно продержится. А ты снимаешь это? Сейчас, да. Давай что-нибудь обсудим, что ли? Давай. Ну, давай обсудим твои ближайшие компедиторские планы, что на этот год. Есть ли какие-то? У нас не случайно ты вышел на Рук-н-ролик. Наверное, для того, чтобы... Не, я планировал раньше выйти, у меня просто, скажем так, были семейные обстоятельства, скажем так, которые не позволяли мне выйти на соревнования. Я два раза заявлялся уже и приходилось сниматься, короче. EGP? В том числе, в том числе и, кстати, EGP, это... А, нет, на него я, по-моему, курс забил. Я не могу сейчас понять. Не-не, я не имею в виду, я знаю. А, на предстоящие? Да, буду. Конечно. Ну и вопрос, который всех интересует уже давно. Комент, как на черный ходишь? Серьезно? Это всех интересует, кому это нужно? Ну, я знаю человек 30, которых это интересует, как минимум. Они, наверное, у меня занимаются. У тебя занимаются человек 30 человек? Ну, не единовременно. Это я обманул. Не знаю, это же не... Все знают ответы на такие вопросы. Что, типа, когда старший порешают, дают, дают. Я сейчас настолько, мне кажется, занудный ответ с моей стороны был. Ну, такой, скользкий. Ну, такой, да, да, да. Но я не знаю. Если спрашивать меня, я не считаю себя даже коричневым. То есть я не считаю, что я тяну на коричневый. Объективно причины какие? Ну, потому что я на соревнованиях, типа, а-ля, ладно, там уж. Ну, на Европе, по-моему, по-коричневому я влетел в первую сватку, например. Поэтому, там вообще... Причем я так без шанса влетел туда, что... Ну, это показатель уровня. А тот чувак, который меня выиграл, он во второй сватке проиграл. Вот. Причем, два раза это было. То есть первый раз я боролся, я треугольником выиграл со спайдергарда. А вот недавно, последняя Европа была, я боролся против ученика Варджинского. Он, по-моему, боролся на ТМС против Макс... Куба. Да, Куба Найдекова, да. Я ему проиграл свипом в самом конце. Поэтому... Вот такой вопрос, я вообще не жду в этом плане. Пояса, то он не пояса, если человек посчитает, он вручит, ну, здорово. Конечно, чем быстрее, тем лучше. Все-таки время-то идет, а побороться-то с молодняком еще хочется. Мастер пока я не планирую. Ну, кстати, побороться. По EDC ты планируешь, Европа планируешь? Да, конечно. Ну, если там получится все это, не будет ограничений, конечно, хотелось бы по Европе. Ну, это всегда, типа, стандартно. Ну, я вот именно про EDC отбор. Да, конечно. Ты уже выступал на месте, или я там в Канагове? Не-не, я по EDC уже боролся много раз. В Канагове? Вот последнюю Европу я проиграл, например, первой сматкой. Я проиграл, сейчас скажу, как его зовут. Я проиграл Amtrianglom. Чуваку, который боролся сейчас, типа, на Polaris'е, Professional. Это был единственный чувак, который проиграл с Абмишином. Помните, когда Team UK против Team Island, по-моему, было? Вот, я не... Бук, Бук, Дукем, как его... Короче, есть где-нибудь, Болгарин, по-моему. Который еще красивый, там, на амбар чуть не залетел. Не знаю, помнишь, эти схватки все. Короче, он был единственный, кто проиграл, да, в науги. То есть, команда на команду, там, они все шли поровну, и вот он единственный был, кто проиграл. Я не могу вспомнить, как его зовут, но он «Черный пояс» у меня. Вот. Я вам проиграл туда Amtrianglom. Вот. Это последний из результатов. Вот так. Он, наверное, к Чапалахам готовится. Поэтому вот такие вот результаты у меня были последние годы. То есть, на крупных соревнованиях они вообще меня отсутствуют. Поэтому это вот ответ, как бы, раскрытый ответ на то, когда получу «Черный пояс». Я не рассчитываю, как и на «Коричневый». Ну, а вообще, как думаете, у тебя не понимаете, а что там? Ну, про нет, ну... Плюс 10 абонементов. Ну, возможно, что, типа, лет плюс 10 абонементов. Какую-то равную конкуренцию, потому что сейчас, опять же, все равно люди, которые приходят в спорт, они... Ну, там, видите, коричневый пояс, там, ну, или черный. И не буду там смотреть, ну, там, вдаваться, потрогаться. И вот, черный, зашибись. Надо же кому-то сказать, ну, это часть людей, которые говорят, типа, не то, что там, я здесь... Ну, что он скажет, я занимаюсь коричневого пояса. Ну, это как-то звучит не очень, а я, типа, у черного, все, у мастера. Ну, это, когда бы, вот так. Еще какие преимущества? Ну, преимущества, вот, в моем случае, только одно. Я, возможность бороться с топором. Максимально раньше, конечно, потому что, опять же, я говорю, еще в 30 лет можно создал клубов обоевать, какую-то, там, оппозицию составлять, возможно, что-то даже выигрывать. Но уже, когда-то, там, 33, 34, 35, ну, до 35 еще, окей, там, уже выше, уже, это будет сложновато. Это уже, да, ты соединяешь, там, как бы, еще с другой деятельностью, это очень сложно. Вот такой вопрос. Есть какой-то топ, ну, топ-мечта, да? Человек, с которым ты особо хотел бы побороться? Типа, да не, я вообще, в целом, хотел бы, нет такого, что я хотел бы с кем-то из, один топ, с которым я хотел бы побороться. Хотелось бы вообще в этой тусовке быть. Ну, и, наверное, будет глупо звучать, если скажу Гордон Райан. Понятный его ручка. Ну, типа, это самый лучший. Конечно, он с самым лучшим хочется бороться. То есть, вот, хочется тебе убить 30 секунд? Скоро борется только, да? Сколько бы тебе придался времени против Гордон Райана, кажется? Я не знаю, честно говоря. Я думаю, что если человек дошел до возможности бороться с Гордон Райаном, я думаю, что у него есть шансы, ну, долго продержаться против него. Особенно, если он, типа, из России. Учитывая, что у нас тут нет возможности бороться с какими-то всемирными топами, если у нас есть свои, около топы, европейские, и все. Или залетные, там, бывают приезжают, типа, а-ля «Дави Рамос» в Москву залетает, или еще кто-то. Поэтому, мне кажется, если человек отсюда получил возможность бороться с Гордон Райаном, мне кажется, он может серьезную конкуренцию составить. Значит, этот человек прошел уже через, стремительно прошел через конкурентов в Америке, из Бразилии. И он может, как минимум, 30 секунд он точно продержится. Я так считаю. Конечно, если человек просто, там, приехал в зал и побороться, конечно, наверное, 30 секунд там оно и будет. Но если на соревновательном уровне дошел до него, я думаю, что человек может достойно его сладку ждать. Да, на тот же, ну, как бы больше двух-трех, да, там. То есть, если смотреть, там, Матеус, Денис, последняя Сваткова с Гордоном Райаном. Они вообще очень долго боролись, по-моему, я не помню, сколько. Слышит 10 минут, по-моему. Привет! 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 Да всем привет! Давно не виделись. По фамилиям сейчас скажу. Адаев. Точно давно не виделись. Я, по-моему, повторюсь, если называют тренера, значит, и команда. Ну, да-да, я его давно не видел. Ну, Шамсика я вижу периодически. Мы с ним видим все. Ну, Чехматовских давно не видел, и Христиан Цистаровских давно не видел. Мы все его приветики, но и остальных тоже давно не видел, короче. Ну, и тебя, соответственно, тоже я давно не видел. Чехов я ко мне захаживаю. Очень рада. Вот жду, когда ты придешь. Я все к тебе еще планировал ходить на субботу, но, честно говоря, после таких тренировок, будни, я, честно говоря, всюду просто вот так продолжаюсь. Вот один день. Так, всем здоровья, ребят, что там, соблюдайте. Все за дистанцию. Вот. Все здорово, поэтому, что, занимайтесь, ребят, ходите на соревнования, выступайте. Коричневые пояса, черные пояса тоже. Хотя, что я умею говорить, я последние полгода сам не боролся. Ну, несколько раз у меня были реально уважительные причины. Удачи тебе, как разстраивайтесь. Спасибо большое. Я надеюсь, никого сильно не раздражал долгим эфиром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!